здравствуйте друзья добрый вечер хотел рассказать случай интересный просто не не как вот вывод какой-то жизненный а как информацию к размышлению а у нас много этой информации каждый день что происходит вот такая ситуация педагог женщина там моих примерно лет тому что пар лет моложе так скажем за 50 ведет тест тест это некоторое формальное такое событие которое нужно пройти но вот есть два таких теста один тест называется мог интервью это где больше вопросы такие тест-кейсы там баг репорты ну и о проекте надо поговорить который у тебя там в резюме следующий называется клиренс это когда ты говоришь там откуда ты взялся почему ты хочешь быть там тестером какие у тебя цели там и тогда и после этого клиренса мы начинаем так очень интенсивно таким ковровым бомбометанием раскидывать народ на интервью на практику на интернчик но две группы которые у нас были фулл-тайм я рассказывал их там было 40 человек мы их разбили на две группы с этих двух групп уже осталось может быть по совокупности там человек 7 8 не на 10 может которые еще не на интерншипе вот они закончились остальных мы не дожидаясь мока и клиренса у нас есть кого такие полномочия в индивидуальном порядке давать клиренс на один раз вот пошел на интервью это не значит что ты не должен сдавать мог и клиренс ну просто вот надо было кого-то послать мы послали и такой случай значит человек он уже был на 3 интервью кстати он пока там заканчивал его три места уже посылали но не получилось да вот где-то он не прошел такой парень здоровенный намет больших и вот он значит не знаю сколько 28 такого плана 30 32 он ну что-то не тянет вот он дали ему вопросы там он отвечает на что-то не то отвечает и значит причем педагог хорошо к нему относится мы мы знаем мы же в общем так у нас там есть свои какие-то привязанности и какие-то отношения то есть мы говорим о это этот и этот хороший этот далеко пойдет там еще что-то мы как-то всеми оцениваем и смотрим и то есть как бы вот человек которому хорошо относится но он тут вот что-то он там не знает ну не знает и не знает ему говорят но ты подготовишься придешь там еще и процедура мог интервью и процедура клиренс интервью не существ не созданы для того чтобы кого-то от чего-то отсеять они созданы для того чтобы подготовить человека к успешному прохождению интервью тем более если у него три интервью уже было и он там ничего не получил это уже наверно повод задуматься о том как лучше сделать а если уже ты пришел и тебе говорят что вот тут неправильно тут неправильно и тут неправильно так уже тем более уже пошел и выучил и там через два дня пришел и сдал то есть не 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 big deal но тот значит человек начинает есть бутылку и он а почему меня не пропустили им год у тебя вот тут неправильно тут неправильно здесь не точно там еще что-то причем мы не требуем стопроцентной точности мы хотим как бы чтобы он показал понимание если он при этом шероховат там в языке там формулировках там еще что-то мы мы не смотрим на это так уж прямо сильно нам 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 не важно нам важно чтобы он понимал и чтобы люди которые снимают понимали что он в теме но он был не в теме а тем много там раз тема 2 тема 3 тема значит ему говорят вот вот с этими темами значит и под разберешься и он говорит преподавателю да говорит да знаю ягод там вас вы если бы я тут так сказала вы бы в другом месте придрались говорит он и преподаватель переживает она она бит как же так я вот там хорошо к человеку отношусь я там я стараюсь ему помочь чтобы он лучше отвечал там что-то а он и говорит что значит к нему придирают и вот что-то его не взлюбили если бы не тут придрались то там бы придрались там или еще чё-то и я думаю что делают вот я ну то есть я могу ничего не делать допустим там ему сказали придешь значит придешь я могу вмешаться как административное начало и не знаю вмешиваться не вмешиваться с чем вмешиваться допустим чертки я должен сказать или там запретить или разрешить или там перенаправить какой-нибудь поток не но вот я не могу сказать что это часто бывает это крайне редко вот такое чтобы тебе в лицо сказали что ты кого-то там сыпешь специально бывает что бутылку лет это бывает но это неадекват это такой выпиющий неадекват и когда человек который не соответствует начинает говорить что его значит дискриминирует потому что вот тому можно этому можно а вот мне а вот я а вот а почему меня а что такого сделал что меня и потом если бы соответствовал так еще бы а ведь не соответствует в общем так вот по жизни я вам рассказываю и не знаю я не то что жду совет какого-то а просто как информация к размышлению вот а если совет хороший будет я конечно очень признателен буду да и непременно так сказать внедрю в жизнь а так вот счастливо поскольку я уже дома до завтра